Здравствуйте! Информационное время на канале ОТВ продолжает программа Ло Студия. Мы работаем в прямом эфире 221-40-19. Несмотря на то, что обещали сильный снег, сегодня будем говорить о весне. И точнее даже о студенческой весне. Потому что в мае у нас пройдет всероссийский грандиозный фестиваль. И каким он будет, нам расскажут наши гости. Итак, я представляю Александр Кайданович, директор Департамента по делам молодежи Приморского края. Здравствуйте! И Сергей Матлин, руководитель региональной исполнительной дирекции Всероссийского фестиваля «Студенческая весна» 23-го фестиваля. Здравствуйте! Ну и информационный повод это такое, что народное голосование выбрало логотип. Логотипом выбрали конька. Вот расскажите об этом. К сожалению, логотипа самого нет, потому что еще окончательно он не утвержден. Да, я правильно понимаю. Давайте рассказывать вначале о логотипе. Что за конек? Почему конек? Сколько участвовало? Сколько было подано заявок? Откуда пришли заявки? Кто начнет? Ну, давайте раз, поскольку я представляю непосредственно дирекцию. Конкурс, на самом деле, на логотип он всероссийский, чтобы было понимание. И проводит его руководство федеральное программа «Российская студенческая весна». Заявок было несколько десятков. Ну, не нам они приходили, поэтому мне трудно сказать. Но вот на то голосование, которое мы называем народным, по инициативе губернатора, оно как раз началось две недели назад, было вынесено те пять логотипов, которые, что называется, топовые отобрали. Вот. И вчера сроки этого голосования подошли. В принципе, любой человек на сайте «Примгазеты» мог увидеть эти результаты. «Морской конек» победил автор, художник наш Василий Корнеев. Это художник Музея Арсеньева, что приятно. Ну, кстати, кто видел работу, может понять, что это художник Музея Арсеньева, потому что стиль присутствует. Вот. Почему конек? Надо спросить у Василия. Вот. Но, в принципе, вот в своих работах всегда авторы, я вот видел несколько работ, они обосновали. Потому что вот в рамках конкурса требовалось какое-то обоснование, почему это так. Море, океан, и в этом, кстати, и фишка нашего фестиваля, что это первый фестиваль за 23 года российской студенческой весны, который пройдет на берегу океана. Более того, основные его события пройдут на острове, это все романтично, ровно как и слова студенческой весны. Поэтому, я думаю, что и конек победил не случайно, потому что все-таки, я думаю, большинство, кто голосовал людей, это голосовали люди-приморцы. Вот. Возможно, если бы там больше голосовали люди откуда-то из центральных регионов, наверное, был бы исход другой. Ну, и опять же, я думаю, в истории этого движения студенческого и этого фестиваля останется логотип, останется вот это вот ощущение запаха моря. Надеюсь, что все будет благополучно. А сейчас давайте поговорим вообще о самой фестивале. Вот не раз мы уже говорили о том, что 23-й раз он проходит. Когда его организовали, кто придумал, какая основная идея и где прошел самый первый фестиваль? Фестиваль берет свою историю с берегов Волги. То есть, в свое время его организовала Самарская область. Вот. Ну, начинался, понятно, как любое дело в те годы, достаточно сложно и трудно. Но в итоге вот в 2000-е он получил широкое развитие, государственную поддержку. У него есть три основных учителя. Это Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации и Общероссийская общественная молодежная организация «Российский соцмолодежь». Он тоже нам известный, правоприемник всем нам известного комсомола. Вот. А уже надо себе сказать, что вот фестиваль, который будет у нас проходить в мае месяце, это вот вершина огромной пирамиды. Пирамиды тоже называется «Российская студенческая весна». Это большая программа студенческого творчества. Но я думаю, что все, кто учился в вузах, так или иначе в этом когда-либо участвовали. Факультетский конкурс, институтский, городской, краевой, региональный добывают. Ну, везде вся эта кухня по-разному сложена. Но вот верчает, венчает эту пирамиду мероприятие, которое проходит традиционно в мае в одном из городов России. Это именно фестиваль, куда приезжает победитель региональных конкурсов. То есть победитель областных, краевых, республиканских. Это такая, знаете, элита студенческого творчества, но она уже такая, ну, как минимум, полупрофессиональная с точки зрения вот именно уровня. Вот, потому что это лучшие коллективы страны, и многие действительно лучшие в своих жанрах, даже несмотря на то, что они студенческие. Вот как мы выиграли, она Саша лучше расскажет. Да, я так понимаю, впервые проходит на Дальнем Востоке, я уже не говорю про Владивосток, на Дальнем Востоке вообще… Это наш город, да. И на самом деле долгое время Приморский край участвовал в Всероссийской студенческой весне своими коллективами. В последние года, это 2011, 2012, 2014, 2014, наши коллективы, во-первых, были многочисленные, многочисленная делегация. Мы проводили свой краевой фестиваль студенческая весна. Во-вторых, мы в прошлом году провезли впервые региональную программу, это отдельное творческое, будем говорить так, мероприятие, событие, да, состоящее из, ну, как полноценный концерт, на самом деле. Вот, мы задумывались о том, что здорово бы провести такой форум, будем говорить, молодежный форум, самый крупный молодежный форум за всю историю… Дальнего Востока существования, да, никто не может похвастаться, что сюда приезжали молодые люди со всех регионов Российской Федерации. У нас был слез клинических отрядов, да, он был масштабом поменьше, 900 где-то участников. И разговаривали с губернатором, он сказал, давайте. Мы подготовили заявку, да, и… А впервые подали заявку? Впервые подали, хотя мы с Сергеем Валерьевичем… И сразу выиграли. Думали про этот фестиваль, да, и хотели… Но мы готовились. Да, мы готовились. Когда вы поняли, что мы с Сергеем Валерьевичем, вы подали заявку. То есть вы знали, на что нужно нажать, какие фишки представить, чтобы стать лидером в конкурсном движении? У нас инфраструктура наша, инфраструктура Дальневосточного федерального университета, где будет проходить основное мероприятие, позволяет нам выиграть с точки зрения инфраструктуры. А впервые в истории фестиваля все будут проживать в одном месте. Это невозможно реализовать ни в одном больше городе. По крайней мере, мы такого еще не видели, да. Когда можно будет из корпуса в корпус перейти, можно будет пообщаться с членами жюри, которые будут также жить на острове Русском. Да, и если забегая вперед, предполагается, что открытие пройдет не где-то в городе, а пройдет на острове. На открытие где-то на 6 тысяч человек. На стадионе ДВФУ. На стадионе ДВФУ. Потрясающе. Будут поставлены дополнительные мобильные трибуны. Я сразу хочу сказать, что и губернатор такую задачу ставит перед нами, перед исполнителем, перед реакцией, перед департаментом, чтобы этот фестиваль стал не только праздником для студентов, которые приедут, но и для жителей Приморского края. Мне хотелось уточнить, а кто были конкуренты? Какие вузы, какие города, какие регионы? Ну, насколько я знаю, очень активно претендовал за Байкальский край. Там вот новый губернатор, он в том году, не знаю, насколько в местном эфире это слово, пробил, чтобы у него в Чите прошел фестиваль студенческая весна Страншосс. Но это не совсем российская студенческая весна, это больше такой фестиваль молодежи Страншосс, он, конечно, знает, сотрудничество. Вот, очень активно к нему готовился и претендовал тоже на проведение в Чите фестиваля вот этого. Это был основной конкурент. Я знаю, что Казань предполагала заявиться, у них тоже инфраструктура благодаря универсиаде, шла речь о Красноярске. Видите, там игра такая немножко в темно идет, мы даже не знаем, ну вот, какие там пакеты чьих субъектов лежали. Нам просто сказали, что вот результат. И в Чите торжественно на сцене вручили кубок переходящий, что вот решением оргкомитета Владивостоку дается право в 2015 году провести этот фестиваль. Александр, ну вы говорите, что губернатор поставил задачу, чтобы это был праздник не только для студентов, которые проживают в кампусе ДВФ, но и для всех жителей города. Вот это очень важно. Для всех жителей края, на самом деле. И на открытие, на закрытие, на те открытия у нас будет 15-го часа в кампусе ДВФ, это закрытие 19-го часа предполагается, что пройдет в Фетисофарене. Это такие массовые, да, если открытие у нас там 6 тысяч, допустим, да, будет где-то в Фетисофарене где-то 5-500, да, это, конечно, не только участники, которых там будет около 2000, да, мы на сегодняшний день говорим, это и жители Приморского края, кто сможет приехать, всем будет такая возможность предоставлена. Да, это, безусловно, дети, которые занимаются творчеством, и для них увидеть своих... У нас новый звонок в студию. Здравствуйте, вы в прямом эфире, задавайте ваш вопрос. Добрый день. Добрый день. Я, Барышев Александр Владимирович, живу в городе Уссурийске. Мне, знаете, хотелось бы, чтобы Александр Кайданович обратил на города, которые меньше в Владивостоке, чтобы у нас в этих маленьких городах тоже проводились какие-то фестивали, конкурсы. Почему-то все происходит все во Владивостоке. А в Уссурийске, Находке, Артеме, очень редко. И хотелось бы, чтобы он ответил на этот вопрос. До свидания. Спасибо большое за очень актуальный вопрос, потому что студенты есть и в других городах, кроме Владивостока. И молодежь тоже хочет участвовать в этом движении ярком, таком, который сплачивает и дает ощущение вот этой вот энергии жизненной. Спасибо большое за вопрос. Но вот я в марте 2012 года пришел работать в администрации Украины с новым губернатором. И когда я пришел, мы договорились с Владимиром Ильичем, что максимальное количество мероприятий краевого масштаба будет проводиться именно в Приморском крае, не в городе Владивостоке, который насыщен этим. Если будут позволять площадки, например, форум молодежи Приморского края, которым ругодим на 600 человек, мы не можем провести нигде больше в крае. Но, допустим, если мы говорим сегодня об Уссурийске, помимо тех, что там проводится своя студенческая весна Уссурийского городского округа, она проводится и в Уссурийске, и в Находке. Это основные такие, где скоплены студенты, да? Это если говорить про студенческую весну. В Уссурийске мы в прошлом году провели форум военно-патриотических клубов. Это очень много ребят со всего Приморского края съехались. Мы проводим, допустим, мероприятия в Учегорске, в партизанском районе, в Находкинском городском округе. Мы даже с лета проводили интеллектуальные игры тоже. То есть максимально, когда нам позволяет площадка провести в другом муниципальном образовании, помимо Владивостока. Потому что у нас очень богатый край. Я считаю, что молодежь должна у нас ездить по Приморскому краю. Извините, я хочу добавить, что в том году в Уссурийске проходила Приморская лига КВН. И помимо этого ребята сами КВНчики, поскольку КВН у меня не очень далек, они организовали свою Уссурийскую лигу, она до сих пор жива. У них команда, кстати, в этом году поехала буквально на днях. Куда-то там, тоже в какую-то центральную лигу, в Минск, кстати, в Межронную лигу. То есть у них на самом деле, я вот тоже слежу за социальными сетями, в Уссурийске жизнь-то кипит. Понятно, что хочется, чтобы там проходило что-то большое, грандиозное, но то, чем говорит Александр, инфраструктура, это инфраструктура. Ну а кроме Уссурийска есть еще Артем? Нет, Артем проводится. Я же вам говорю, что это крупные города, да, Артем. Мы проводили финал школьной лиги КВН, да, и глава города Артема всегда очень поддерживает молодежные мероприятия. И всевозможные круглые столы мы проводили также на территории Артемовского городского округа. И часто там бываем. Форум «Здоровый образ жизни. Я свободен» прошел в декабре месяце в городе Артеме. Вот, поэтому мероприятия проводятся везде, но опять же, где позволяет инфраструктура. Находки, кстати, очень сильный городской фестиваль, именно студенческая весна они делают свой. И победители приезжают на край. Но я вам скажу больше, мы же не выдаемся в подробности, кто представляет Приморский край, например, на российской студенческой весне. Студенты, да, различных вузов, там, и ДВФУ, и ВГС, и ДЛЕПТУС, многие-то из них являются уссурийцами, находкинцами. Но они сейчас здесь учатся, вот, это нормальная история. Кстати, не только вузов. У нас в том году, вот, парень ездил со строительного техникума. То есть, таким образом, вот эта вот весна всероссийская, да, она объединит учения многих ребят, которые с края непосредственно. Открытие в кампусе ДВФУ, закрытие в Фитисов-арене. Что это будут за мероприятия? Подтвердил ли Логутенко, значит, что он будет участвовать, потому что входит такая информация. Вообще, откройте интригу. Ну, по Логутенко, я думаю, что Сергей Валерьевич больше компетенен комментировать. Ну, это же не главный вопрос. Это вы не знаете. Ну, это один из самых интригующих. Ну, есть два больших мероприятия, открытие и закрытие. В этом смысле открытие – это такой праздник представления. Вот, он обычно традиционно в последние годы проходит как раз на открытых площадках, поэтому был выбран стадион. Мы доставляем, как сказал Саша, дополнительные трибуны, чтобы вместить всех желающих и жителей города тоже, естественно, пригласить, помимо тех студентов, кто в кампусе живет. Вот. Там традиционно, это, в общем, тоже всегда традиция всех российских студенчих. Восемь всегда выступает какая-то звезда, разные группы. Но вот мы тоже в весну, надеемся, в предыдущие все превзойдем по уровню звезды. Более того, это звезда наша, местная, и принципиально у нас договоренность достигнута, что Моментроль выступит на открытии. Более того, Илья согласился быть членом жюри в музыкальном направлении. Потрясающе. Но поскольку формирование членов жюри – это не наша компетенция, не моя, не Александра, не администрация, это все-таки федеральный оргкомитет. Мы это передали, они сказали, спасибо, это очень здорово. Ну, вот они сейчас решение, думаю, что примут, но в любом случае, я думаю, что все это состоится. Вот. И я думаю, что это станет подарком хорошим как раз иногородним участникам. Для нас-то понятному Метруля. Да, я думаю, для всех это прекрасный подарок. Вот, причем надо сказать, что это вообще будет такая история, тоже первая, мы об этом часто не задумаемся, что на открытии студенческой весны в кампусе ДФУ выступит группа, лидер, который является выпускником этого университета. Это прекрасная история. Вот такая, понимаете, не просто кто-то приглашенный со стороны, как это было на предыдущих фестивалях, потому что вот так получилось. В этом тоже во всем просматривать, думаю, для элиты тоже было важно, потому что я знаю, как он, приезжая, любит жить в кампусе с семьей. Вот, для него это тоже очень важная история, поэтому спасибо, что он принципиально на сегодняшний момент согласился. Закрытие немножко другая история, это гала-концерт фестиваля, это лучшие коллективы, собственно, фестивальные, такая картинка лучших образцов студенческого творчества, вручение основных наград. Вот, это Фитисов арена, тоже совершенно шикарнейшая инфраструктура. Те дворцы, которые я видел до этого, даже при всей их схожести с Фитисов ареной, они уступают ей, вот мы последний раз были в Тольятти, Лада арена, близнецы на самом деле почти, построены с разницей в месяц. Но вот внутри начинка, именно шоу, сцена, звук, свет, экраны, у нас это все на порядок лучше, я думаю, что у нас и поэтому будет все это тоже лучше. Но, скажу вам сразу, что режиссеры, открытие-закрытие, это люди, которые тоже выигрывают российский конкурс, приезжают и здесь работают, а мы им ровно помогаем. А кто оплачивает работу режиссеров? Ровно, как и весь фестиваль, оплачивается из разных источников. Конкурс проводит на режиссерскую работу Москва федеральная, какие-то их, а вот все вещи связаны, собственно говоря, с программой, с наполнением ее, это уже, в общем, наша забота. В гала-концерте будут участвовать победители всех разных направлений, и музыкальные. Вообще, вот расскажите, какие направления? Направлений всего шесть, они, в общем, достаточно традиционные. Самое популярное направление музыкальное, это вокал, инструментальный жанр, там примерно 40% участников. Вот, танцевальное направление, очень интересная хореография, современная, прям, ну, смотрю себя с удовольствием. Оригинальный жанр, который включает в себя в том числе цирк. Вот, театральное направление, включающее в себя художественное слово. Вот, и еще отдельная история журналистика, кстати говоря, но не профессиональная, то есть там имеют право участвовать студенты, которые не учатся на факультетах журналистики, издательского дела, пиар, ну, в общем, как бы не профи, условно говоря, так. И вот отдельная история, которую Саша затронул, это региональные программы, это такая высшая лига, это каждый субъект федерации, кто в состоянии, а обычно в состоянии это сделать не более трети представленных делегаций, представляет свой 40-минутный концерт-спектакль, объединенный одниединным жанровым замыслом, каким-то художественным. Вот это, знаете, такая высшая лига, это всегда аншлаги, это все смотрят, учитывая, что это студенты, там всегда такая эфирические разные идеи. Ну, неким образом похоже на то, что мы видели на фестивале «Салют Победы», был, по-моему, в октябре в театре оперы и балета. Кстати, площадка тоже будет использована для региональных программ. Вот, это когда субъект федерации представляет. И это вот как бы самое важное, самое интересное, самое крутое, и для режиссера это вся вызов, кто это делает. Вот, но могу с гордостью сказать, что в том году мы впервые участвовали в региональных программах и так сразу сходу получили звание лауреата первой степени. Потрясающе, а в этом году мы тоже будем заявляться. И про что будет эта история? Это еще неизвестно. Это неизвестно никому, да? В прошлом году был режиссер Павел Коваль, это сотрудник творческого центра Дальнего Восточного Федерального Университета. Я могу сказать, что и делегация, в принципе, состоит на 90%, наверное, из студентов Дальнего Восточного Федерального Университета, хотя отбирается не беспристрастно, да, с членами нашего регионального жюри. Вот, Павел Коваль в этом году, я думаю, что тоже будет ставить нашу региональную программу. И в Театр Оперы и Балета, я думаю, что если на открытие-закрытие у нас можно будет там за дней 15 получить билетики, то в Театр Оперы и Балета, я думаю, что будут всегда аншлаги с 16, 18, 18 числа будут проходить на площадке Театра Оперы и Балета. Пудшкинский театр, это у нас театр, будет проходить Дом профсоюзов на Авангарде, который находится там, оригинальный жанр, ну и две площадки, еще три, да, еще площадки будут в кампусе Дальнего Восточного Федерального Университета, в корпусе А и в корпусе Б. Везде, наверное, смогут жители города Владивостока, Приморского края приехать, посмотреть. Есть отдельная служба в дирекции, служба по работе со зрителями, которая будет заниматься полностью зрителями. Будет информация за какое-то время, как можно будет попасть на открытие, закрытие. И на остальные программы. Конечно. А билеты будут платные, бесплатные? Нет, все билеты будут абсолютно бесплатные. Но это будут билеты, потому что ограниченное количество мест. То есть так вот просто пойти, а пойду я куда-нибудь схожу, да? Знаете, на самом деле, это одна из самых сложных проблем, как это ни странно, при этом фестивале, выработать алгоритм, как все-таки у нас будет осуществляться проход именно на конкурсные мероприятия. Потому что, с одной стороны, все бесплатно, что подозревает отсутствие некоторых фильтров финансовых или прочих еще, как угодно можно назвать. С другой стороны, понимаем, что если открыть двери для всех, можно захлебнуться в этом потоке. Разные города делали по-разному, я видел разные схемы. Надо еще понимать, что вот эти участники, которые приезжают, 2000 человек, они же все тоже люди творческие, они все хотят посмотреть на своих коллег. Конечно. И в этом смысле, конечно, фестиваль, он и называется по этому фестиваль, а не просто конкурс, что он делается и для их каких-то коммуникаций, которые в том числе происходят благодаря тому, что они смотрят. И вот взять их, исключить из этого процесса тоже невозможно. Для них, естественно, должен быть приоритет, потому что люди приехали, хоть кто видит региональную программу соперников, конкурентов, друзей, приезжают болеть за своих. Вот прямо помню, мы делегации, например, по Тольятти перемещались, там сложная была инфраструктура, город такой большой, раздерганный на микрорайоны, и мы прямо вот ездили сейчас, побежали там болеть за Сашу туда-то, там за Петю вот сюда поехала делегация. Ну, то есть приезжают, болеют, у нас там есть своя кричалка, известная уже всей стране. И это такая интересная история. Здесь она, конечно, будет немножко проще решена, потому что в кампусе, по моим оценкам, процентов 70 людей нам удастся аккумулировать, иначе они там в тапочках смогут из гостиницы приходить на конкурсной площадке. А вот решить проблему, как будут горожане, то, о чем говорил Александр, безусловно, мы тоже хотели бы, чтобы это были просто не совсем случайные люди, а студенческие, молодежные, детские коллективы с муниципальных образований могли приехать, посмотреть, ну, потому что потенциально они будущие участники. Мы продолжим наш разговор после небольшой рекламной паузы. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин